Стремительно, друзья, конечно же, стремительно золотая осень, вот которую бродяга нам привез под своим подкапотным пространством, стремительно сменилась зимой. А зимой многие из вас знают, что начинается самая настоящая проблема у многих мотизаводов. Конечно, у тех, кто не подписан на мой канал и не смотрит полезные видео о Део Матис. Сегодня будем беседовать о замерзании системы вентиляции картерных газов и о том, как это победить консервативными методами. Небольшая предыстория. Не так давно я рассказывал о плавающих оборотах, рассказывал о системе вентиляции картерных газов, о том, что именно в ней нужно искать причину плавающих оборотов, в первую очередь, конечно же. Эту тему мы будем еще развивать. Но сегодня отвечу на очень популярный вопрос о переделке системы вентиляции картерных газов для того, чтобы не выдавливала сальники, чтобы не перемерзала эта система, о том, как это можно сделать традиционными, скажем так, способами. Для начала обозначаю проблему. Смотрите. Дело в том, что система вентиляции картерных газов, состоящая из вот такого вот хитрого шланга и ПЦВ клапана, свистка так называемого, нередко в российских тяжелых условиях замерзает. Происходит это почему? Потому что водяной пар, содержащийся в масляной взвесе, содержащийся в картерных газах, когда вы заглушили автомобиль, выходит обратно вот в этот хитрый шланг и конденсат скапливается вот здесь вот в нижней точке. Точка оказывается ниже, образуется ледяная пробка и надежно, надежно, надежно закупоривает, наглухо закупоривает картер. Казалось бы, ничего страшного. Ну что может произойти? А может произойти вплоть до капитального ремонта двигателя. Конечно, речь не идет о морозах, допустим, минус 7-8 градусов. Но при минус 15, при минус 20 мы отметили, что уже количество обращений к нам с этой проблемой резко возрастает. Что же может случиться? Избыточное давление, которое находится внутри картера, в самом двигателе, может в самом лучшем и безобидном случае, если не будет возможности выпускать газы вот через этот шланг, просто выплюнуть щуп. Стрельнуть щупом, да, так называемым. С характерным звуком щуп стукнется о капот и выскочит. Но он сидит достаточно плотно. Вы все можете видеть, что здесь прям такая тройная гребенка, плотная резиновая пробка. Это сделано в связи с тем, что щуп должен надежно герметизироваться в отверстии и в соответствии с экологическими нормами не выпускать в атмосферу, соответственно, углеводороды. Углеводороды, которых полным-полно в картерных газах, которых полным-полно в масляной взвесе, из которой эти самые картерные газы во многом и состоят. Вот. Поэтому щуп обычно сидит очень-очень плотно. Вот. Ну, вы сами знаете, что он уходит просто как пробка туда, да? Намного чаще, намного чаще выдавливаются сальники. Те самые сальники, которые находятся на распредвале и на коленвале, под шкивами. Распредвала и коленвала, соответственно. Избыточное давление потихоньку-потихоньку-потихоньку давит на этот сальник, сальник выходит. Герметичность соединения на этом заканчивается, и масло начинает весело забрызгивать ремень ГРМ. Со всеми нехорошими для него последствиями. Ну, кроме того, что вообще, когда масло уходит из двигателя, это не к добру, да? Такая есть народная примета. Вот. Ну, а в нашем случае это, конечно же, чревато тем, что ремень может либо перескочить на зуб, либо, находясь в масле, испытывать постороннее химическое воздействие, что, конечно же, скажется на его прочностных характеристиках. Таким образом, самый обычный, самый простой, банальный, вот такой вот маленький косячок с ледяной пробкой способен повлечь капитальный ремонт двигателя. Вот такая, ну, в общем-то, неприятная картина. Расскажу предысторию. Дело в том, что этот конструктивный недостаток не присущ Матизу, да, как таковому. Потому что в корейской конструкции специальный хитрый кронштейн, который крепился к вот этому болту, поддерживал шланг в таком состоянии, когда конденсат не скапливался в нижней части, а после остановки двигателя стекал обратно в двигатель. Стекал под клапанную крышку, и этой проблемы не образовывалось, не замерзала эта трубка. Однако, стремящаяся, наверное, к дикой экономии, кассет, сколько такой кронштейн мог стоить? Ну, вот в производстве. Ну, на одну машину рублей 20, а если их миллион? Логично, логично. Стремящаяся к экономии узбеки, в стремлении, в общем-то, скажем так, сохранить каких-то жалких несколько миллионов долларов, вот, этот кронштейн убрали. И все автомобили, которые производятся в Узбекистане, этот кронштейн не имеют. А вот на корейской сборке автомобилей этот кронштейн присутствует. Штука, на самом деле, редкая, дефицитная, в общем, найти ее крайне сложно. Я сегодня буду разбираться, собственно, с системой, буду показать, как своими силами сделать так, чтобы избежать того самого перемерзания. Попытаюсь сколхозить из подручных средств кронштейн, может быть, не сильно презентабельный, но надежный. И вообще покажу о том, как сделать так, чтобы ледяная пробка не образовывалась. По крайней мере, было намного меньше к этому предпосылок. Поехали. Итак, шаг самый первый и самый простой, который не будет стоить вам ни копейки, который любой человек, который знает, с какой стороны держаться за отвертку, способен сделать своими руками. Все предельно просто. Смотрите. Дело в том, что при фиксации гофрированного шланга на корпусе дросселя обычно не обращают внимания на его положение. И вы сами видите, что вот здесь образуется вот такое понижение. То есть у нас образуется низкое место здесь вот раз. Ну вот поскольку шланг вот так вот стоит обычно. И второе низкое место вот здесь. Что здесь может перемерзнуть, что здесь? Ну, конечно, вот в этом месте с большей вероятностью. Но при установке гофрированного шланга просто обращайте внимание на его положение. Я сейчас сделаю очень достаточно простую вещь. Я просто изменю его положение вот таким вот образом. И вот так зафиксирую. Зафиксирую на корпусе дросселя. И вы сами видите, что у меня шланг получается параллельным. И теперь отсюда конденсат сможет стекать уже сюда. То есть здесь уже не будет. А сейчас сюда будем придумывать кронштейн. Наша задача вот в такое положение примерно шланг вывести. Чтобы не было вот это место низкой точкой. Чтобы уходила вода обратно. В качестве исходного материала я взял самый обычный, дешевый, продающийся в любом супермаркете шампур. Это просто стальная полоса, которую я сейчас оправлю по форме шланга. Скруглю и загну таким образом, чтобы можно было ее зафиксировать. Обравниваем просто. Вот эту пластинку. Это по сути жестянка, она тонкая. Теперь нужно взять диаметр, похожий на шланг. И по нему сделать, собственно, оправить. Что у нас может для этой цели сойти? Например, корпус нашей трещотки. Допустим. Задача сделать крючок небольшой. Вот таким вот образом. Сейчас все будет хорошо. Так. Понимаете, да? Простую вещь. Колхозим. Стремительно колхозим. То есть подумайте сами. Имея кучу металлолома, имея кучу готовых запчастей и уже бэушных, Труфанов делает кронштейн из шампура. В общем-то каким-то попахивает нигилизмом. Вебены, ставьте лайк. Была каша из топора, а это кронштейн из шампура. Потому что его пальцами можно загнуть. Я искренне надеюсь, что он не будет загибаться, когда мы поставим его на бродягу. Кстати, прикинь, единственный автомобиль, у которого детали из шампура есть на борту. Я делаю на глаз, каких-то точных размеров нет. Моя задача будет просто по факту сделать, чтобы высоко располагалось вот это низкое место. Так. Теперь мне нужно его будет выпустить вот сюда и сделать это под углом в 45 градусов. Сейчас будем думать. От чего? От чего? От чего мне так светло? От того, что ты идешь по переулоку. Да, слушай, Костет, мы пальцами и простейшими инструментами изгибаем наш креативный кронштейн. Так. Раз. Это мне его нужно изогнуть. И дальше. Туда. Любители поучить меня приемам и способам ручного труда могут сказать, что нельзя использовать ударный инструмент на губках тисков. Вот. Но я больше не буду. Честно. Вот шампур домучу и больше не буду. Обещаю. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Все будет хорошо. В итоге вот такой вот хитрый кронштейн у меня получился. Вы можете видеть, да? Просто для прочности я сейчас загну. Загнул, собственно, его и обровняю. Мне останется только просверлить отверстие. Если я все верно рассчитал, вот здесь делаем отверстие и крепим его на болт. Вот такая форма, видите, он чуть-чуть под углом идет. В этом отношении он на изгиб не будет работать. Вот. Ну, буду надеяться. По крайней мере, в теории. В рамках базовой теории, как говорят физики. Так. Чего? Откручиваем болт, Костян. Здесь болт на 10. Видите, какая резьба ржавая? Вот всегда говорю, ребят, смазывайте, смазывайте резьбу. Перед тем, как вворачивать. Ну, и после этого резьба вот запарывается. Да, тем более, вот видите, такое место очень нехорошее. Тут и сталь, тут и силумин. То есть весь набор прям такой не из лучших, скажем так. Резьба ржавая. Ну, конечно же, я смажу ее перед тем, как обратно. Да, вот прям по алюминию. Постоянно закисает очень жестко. Сталь в сочетании с алюминием. Теперь мы должны приладить наш кронштейн вот таким вот образом. Шампурный, шашлычный кронштейн. Вот. И сделать так, чтобы он держался здесь. Моя задача будет просверлить отверстие по этому болту. Ну, чуть-чуть, если надо, подогнуть кронштейн. Сейчас мы его еще будем подгонять. Вот. Но факт остается фактом. Мне вот сюда надо будет загнать болт. Прям по месту отмечаю никаких. Тут супер-пупер точность не важна. Вот точечку ставлю. И сейчас мы его простреляем. Просверлим. А потом просто скорректируем. Вот так вот сейчас накернем. Ровно по центру. Все. И сверлим. Сверлим восьмеркой. Так. Что, проверяем? Вот наш крепеж. Чуть-чуть сбился я. Но тем лучше он будет повыше. Так. Ну что, примеряем наш самодельный шашлычный кронштейн. Вот так примерно он должен быть. Мне, в принципе, все нравится. Чуть-чуть его надо будет подогнуть. Чтобы он вот в этом месте повыше был. И все собирать, протягивать. Идею понимаете, да? Здесь я специально сделал сгиб металла. Ну, чтобы острых краев не оставлять. Так. Просто осталось вот тут вот чуть-чуть его подправить по форме. И можно собирать. Да, можно собирать. Смазываем традиционно болт. Чтобы не было такого безобразия, как то, с которым я вытащил. И монтируем на место наш шашлычный кронштейн системы вентиляции картерных газов. Так, сейчас. Минуточку. Вот такая интересная конструкция у меня получилась. Я надеюсь, что теперь конденсат, который выпадает из картерных газов, будет стекать вниз. Шланг не сможет опуститься и сформировать вот здесь то самое низкое место. В этой связи я не утверждаю, что это прям окончательное гениальное решение. Впереди еще очень-очень долгая зима. Я думаю, что холодная. Будем проводить эксперимент, как поведет себя наш шашлычный кронштейн. Но, по крайней мере, друзья, это способ своеобразной доработки системы вентиляции картерных газов, который не требует вмешательства в конструктив автомобиля. Я знаю, что в комментариях под видео мне начнут писать, а я его бросил напрямую вот сюда, в корпус воздушного фильтра, врезал штуцер, все нормально, два года езжу, все в порядке. Ребят, повторюсь, я сейчас сохранил базовый конструктив. Если этот способ не сработает, но я знаю, что он сработает на самом деле, я сделаю, конечно же, сюда выведу вентиляцию. Есть такой способ, когда напрямую вот так шланг бросается, и вся масляная гарь взвесь летит в воздушный фильтр. Я не сторонник такого решения, поэтому пока начнем с консервативных подходов. Ну а все, кто делал себе другие решения, могут писать в комментариях. Приглашаю, война мнений открыто. Ребят, оставайтесь с нами, смотрите канал Мир Матизов. Это был Владимир Труфанов, ваш гид-путеводитель по удивительному миру маленьких корейско-узбекско-японских машинок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!